Следующий вопрос. Говорит, если в каком-либо из наших вопросов женщина заслужила половину махра, то имеет ли она право еще и плюс на одаривание? Говорит, целая группа ученых считает, что женщина имеет право только на половину махра и уже не имеет право на что? На дополнительное одаривание. То есть, в каком случае, во-первых, женщина имеет право на половину махра? Как мы сказали, если она была разведена до того, как между ними произошла половая близость, и махр у них был конкретно обговорен. То есть, допустим, два человека женились и обговорили определенный махр. Затем человек развел ее еще до того, как между ними произошла половая близость. В этом случае, мы говорим, она заслуживает половину махра, которую они обговорили. При этом, вы говорите, обговорили ли они этот махр еще до никах или после никах, как мы сказали в прошлом вопросе. Так, значит, она в этом случае заслуживает половину обговоренного махра. Хорошо, заслуживает ли она плюс еще к этому одаривание, подарок, или не заслуживает? Говорит, приемцы первого мнения, а это целая группа ученых, говорят то, что она не заслуживает дополнительного одаривания, но заслуживает лишь половину махра. И это более известное мнение муханбалитов, и это мнение ханафитов, и имам Аль-Шафии, и шахитов. Сказали, потому что вот в этом вот аяте, то есть в аяте 237-м, суры Аль-Бакара, который приводился в прошлом вопросе, в котором Всевышний сказал, Если же вы развели их до того, как у вас произошла близость, но вместе с этим вы определенный махр обговорили, то вы обязаны им отдать половину того, что вы обговорили. И Иш говорит, И не упомянул никакой мута, то есть дополнительного одаривания в этом аяте не упомянуто. Говорит, и при этом этот аят идет в таком контексте, потом разъясняет этот вопрос, что человек должен такой женщине. И при том, что этот аят разъясняет этот вопрос, Всевышний сказал, что ей необходимо выплатить половину махр. А мута'а не упомянул. То есть переменцы первого мнения говорят, если бы мута'а, то есть дополнительное одаривание, также было обязательным, так и необходимым, то Всевышний Аллах Маталя здесь бы его упомянул, так как этот аят посвящен именно разъяснению этого частного вопроса. Говорит, Говорит, вместе с тем, что в другом аяте, в котором Всевышний Аллах Маталя говорит о той женщине, которая разведена до половой близости, но вместе с этим у них никакого махра обговоренного не было, Всевышний там уже указывает то, что она имеет право на что? На мута'а. То есть на вот это вот одаривание и на этот подарок. Говорит, исходя из этого, видишь, в этом аяте Гиталах Маталя уже упомянул про мута'а. Если бы мута'а была обязательно так же и в нашем вопросе, то он бы тоже ее в соответствующем аяте тоже бы упомянул, так же, как упомянул в том. Говорит, Поэтому, говорит, все это указывает на то, что та женщина, которая заслуживает половину махра, то ей уже не обязательно выплачивать еще и мута'а, то есть подарок, одаривание. То есть муж уже не обязан этого. А также сказали, потому что мута'а, то есть вот это вот дополнительное одаривание и подарок, узаконен в сторону женщины. Почему? Потому что, говорит, это является ее поддержкой, то есть поддержкой ее морального состояния после развода. Говорит, а ее моральное состояние поддерживается уже тем, что она получает половину махра. Соответственно, что от мута'а не остается смысла. Это, говорит, мнение, пришло достоверно от Ибн Умара, разъявла вану, а также пришло от Муджа'ида, Ата'ибна Аберабаха, Ваджа'ан Гэйгим, а также от других обладателей знаний. Это первое мнение в этом вопросе. И второе. Это мнение целой также группы ученых, которые сказали, что она плюс еще заслуживает что мута'а, то есть кроме половины махра, человек обязан выдать ей также еще и подарок. Это мнение Хасана Аль-Басри, также Ибн Джубейра, Абу-Кедага, а также Азури, а также Катады, и Иллахака Абу-Саура и имама Ахмада в одном из ребятах от него. Из-за общности аята другого, совсем другого аята, 241 из сура Аль-Бахара, где Всевышний говорит, Разведенным женщинам полагается одаривание бель-ма'руф, то есть по-хорошему, по-доброму, согласно обычаям, как обязанность на богобоязненных. Примеры со второго мнения сказали, что хоть в этом аяте, то есть в котором речь идет о нашей ситуации, и не упомянуто о мута'а, то есть о дополнительном одаривании, а упоминается лишь половина махара, то и оризатор, вот это вот одаривание упомянется в другом аяте, в общем аяте, где Всевышний говорит, то есть разведенные, а разведенные включают сюда всякие разные разведенные женщины, то есть в каком бы состоянии они не были разведены, до половой близости или после половой близости, отговорен был махар или не был отговорен, сюда включается, то есть аят является общим, и Всевышний говорит, любым, то есть мута'а, любым разведенным женщинам является обязательным то есть дать им подарок согласно обычаям. Говорит правильным является мнение первое а вот этот вот говорит аят 241 из суры Аль-Бакара хоть и является общим, но он конкретизируется прошлым аятом, который рассматривает именно этот вопрос и в нем говорит про мута, речи не идет и здесь Ших Хамат Аль-Нахизан выбрал вот это вот мнение, то что эта женщина заслуживает только половину махра и человек уже не обязан выплачивать ей мута, то есть дополнительного подарка вместе с тем, что сам же Мухамат Аль-Нахизан говорит, что все-таки желательно ей этот подарок выплатить, то есть это как минимум желательно. И необходимо здесь указать то, что мнение о том, что кроме половины махра, она все-таки заслуживает также еще и подарок, мута также является очень сильным из-за общности вот этого вот 241 аят и суры Аль-Бакара и разведенные женщины заслуживает подарок бель-махруф согласно обычаям как обязанность на тех, которые являются богобоязненными. Мнение о том, что все-таки женщина, кроме половины махра, заслуживает еще и мута, также является очень сильным, то есть в обязательном порядке и вот это вот мнение Ших Хамат Аль-Нахизана действительно является верным в этом вопросе даже если внешне оно кажется немного противоречивым. И сейчас мы его немного разъясним поподробнее для того, чтобы оно стало более ясным. То есть, брат, здесь сразу подведем как бы вот такой вот итог и укажем то, что на самом деле в шариате Всевышний Аллах Ахану Ата Ада обязует мужчину выплачивать за этот вот дополнительный дар в любом случае, при любом виде развода кроме, естественно, если развод произошел со стороны самой женщины, то есть по требованию самой женщины, как хуля и тому подобные виды разлуки. Так, в этом случае мужчина не должен давать мута. Почему? Потому что не он стал причиной развода, а стала причиной развода женщины. Но в тех случаях, когда развод исходит со стороны мужчины, то во всех этих случаях Всевышний Аллах Ахану Ата Ада обязывает человека выдать женщине, кроме магра, которого он выдает, то есть целого магра или половины магра без разницы, несмотря в какой ситуации. Кроме этого, мужчину обязует Всевышний Аллах Ахану Ата Ада еще выдать мута, то есть дополнительный подарок этой женщине. Даже смотри, если женщина заслуживает целый магр при этом, то есть допустим, если два человека женились, обговорили магра, затем у них произошел развод уже после половой близости, то эта женщина что заслуживает? Мы говорим, она заслуживает полноценный магр, обговоренный ими. И при этом, мы говорим, муж еще должен выплатить плюс к этому подарок. А вот в этом вопросе, когда женщина заслуживает только половину магра, то муж больше, кроме этого, дополнительного подарка ей выплачивать не должен. Но вот эта вот, вот эта вот половина магра, она и является в данном случае мута, то есть Всевышний Аллах Ахану Атали и так уже рассматривает эту половину магра в своем решении, знаете, как мута. Почему? Потому что смотри, если человек женился на женщине, а не обговорили магр, а затем у них произошел развод после половой близости, то кроме магра, целого, обговоренного, который эта женщина получает от этого мужчины, он еще должен дать ей подарок дополнительный. Почему? Это взамен того полового акта, который между ними произошел. Теперь вторая ситуация. Если два человека женились, не обговорив магра, не обговорив никакого магра, а затем они развелись еще до того, как между ними произошла половая близость, то в этом случае женщина заслуживает также мута, то есть подарка. Почему? Потому что это станет ей как бы поддержкой в ее моральном состоянии, что ее развели еще до полового акта. В этом случае она заслуживает мута. Теперь третья ситуация. Вот та, которая сейчас у нас рассматривалась в нашем вопросе. Двое женились, обговорив магр, а затем у них произошел развод до половой близости. В этом случае женщина получает половину магра и уже не получает еще какого-то дополнительного подарка. Почему? Потому что, во-первых, ее моральное положение было укреплено тем, что она получила вот эти вот половины магра, а здесь мужчина, то есть не получил от женщины ничего, то есть женился на ней, отдал ей еще пол магра и половой близости у них также не произошло. Поэтому в данном случае Всевышний не обязывает его выплачивать еще дополнительный какой-то подарок. И также мнение шейх Мухаммада и Махизама в этом вопросе подкрепляется вот этими вот аятами, которые приводились выше. Здесь Всевышний А.С. говорит нет на возреха, если вы развели женщин еще до половой близости, так, что вы не отговорили ничего из магра. В этом случае она заслуживает мута. Дальше Всевышний сам же говорит Но если вы развели этих женщин до того, как между вами получилась половая близость, но при этом ваш магр был отговорен, тогда вот в этом случае вы должны отдать им половину того, что вы им отговорили в качестве магра. То есть половину магра, который вами был отговорен. И здесь уже Всевышний А.С. изменил постановление, не сказал, что здесь опять-таки нужно выплачивать мута. Да, но указал то, что вот эта мута здесь как раз и заменяется вот этой вот половиной магра. Поэтому можно сказать, брат, то, что мута узаконена во всех видах развода, который произошел со стороны мужа. Но вот в этом случае, который мы разбираем сейчас в нашем вопросе, эта мута заменяется половиной магра. А во всех остальных случаях она ничем не заменяется, но приходит дополнительно. Это общий вывод по этому вопросу, иншаллах. Далее.